Задержание Исфанинского депутата с килограммом героина вновь заставило экспертов задуматься над требованиями к кандидатам в депутаты. Народный избранник, у которого в доме были обнаружены наркотики, был не просто известен своим криминальным прошлым, он состоял на учете в базе данных МВД, как гражданин, связанный с незаконным оборотом наркотиков. Каким образом он смог получить мандат депутата, эксперты недоумевают. В ЦИК говорят, таких в рядах местных депутатов хоть отбавляй. Большинство из них имеют определенный авторитет среди местного населения и серьезные финансовые ресурсы, поэтому попасть в представительские органы власти для них не составляет труда. Гораздо важнее, почему уголовное прошлое не являлось барьером, в этой связи эксперты считают, что в Кыргызстане пора менять отношение к криминалитету во власти. По-моему, есть несколько механизмов. Первый, нам необходимо провести иллюстрацию, конечно, от этого слова они боятся, потому что многие будут иллюстрированы. Это во-первых. Во-вторых, надо повысить ответственности госчиновников, ответственности не только политические, и уголовные ответственности, и правовые ответственности. Надо повысить и выборы делать прозрачными. Это третий механизм. Четвертое, чтобы органы, представители или государственные чиновники, чтобы они регулярно отчитались перед народом. И судьи, и депутаты, и представители правоохранительных органов. Без этого мы ничего не добьемся. В парламенте уже пытались внести соответствующие поправки в закон и запретить людям с криминальным прошлым баллотироваться куда бы то ни было. В пятом созыве документ даже прошел первое чтение. Однако потом эта идея не получила поддержки среди законодателей. Автор законопроекта, депутат Кинжбек Бокоев, решил внести документ повторно, но пока в усеченной форме. Касаться он будет пока только тех, кто хочет в парламент или стать президентом. Сегодня гражданин, получивший срок, то есть осужденный, даже на один год, он не может поступить, например, стать простым милиционером или прокурорским работником. То есть правоохранительные органы, он не может поступить, если имеет любую судимость, несмотря на погашенность или снятие. Но главнокомандующим нашей страны, президентом он может стать, даже если он имеет судимость, после погашения или снятия судимости он может стать президентом и депутатом Дёргенеша. Но мы как бы более пошли дальше. Не на любой суд, а граждане, осужденные по статьям тяжкой и особо тяжкими статьям, они не могут стать президентом и депутатом парламента. Следующим этапом станут местные кенеши. В ЦИКе это предложение разделило комиссию. Одни считают, что необходимо как можно скорее вводить эти нормы повсеместно, другие опасаются, что документ поставит пожизненное клеймо на тех, кто уже давно раскаялся в содеянном. Вполне возможно, что в прошлом у того или иного кандидата были проблемы с законом, и даже они были осуждены судом. И моя личная позиция такая, что нельзя человеку бесконечно, они должны нести ответственность бесконечно за свои совершенные некогда действия. Но что касается для исполнительных органов, тут нужно, конечно же, наверное, все-таки понимать, что ответственности, последствия действий намного серьезнее. Допустим, выборы мэра или главы Айлок Мэты, он работает с бюджетом. И если человек ранее уже привлекался к ответственности за хищение, скажем, то, наверное, серьезные правонарушения, то это уже говорит об определенном моральном складе человека. Документ о запрете баллотироваться лицам с уголовным прошлым сейчас внесен на общественное обсуждение. Вероятнее всего, к его парламентскому рассмотрению депутаты приступят уже осенью, после каникул. К этому времени авторы рассчитывают собрать обширный запас мнений и отзывов о внесенных предложениях. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС.